МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я искренне рад приветствовать всех вас на этом прекрасном мероприятии. Встреча уже наша стала ежегодной. И, как всегда, уже, наверное, по традиции, я хочу сказать всем вам огромное спасибо и искренне слова благодарности за то, что вы сделали этот короткий период, подготовили все наши заведения, принятие наших детей. Я думаю, что проделана большая работа всеми, в том числе и комитетом образования и администрацией района. Если говорить объективно, то сегодня администрация района выделяет действительно очень большое внимание системе образования. Более 50% бюджетных средств расходуется на целую систему образования в этом году. Как никогда мы обращали внимание на подготовку наших учебных заведений, поскольку материально-дельская база, вы видите, устарела, наше здание. Сами видите, в каком состоянии, но, тем не менее, мы никогда не отчаиваемся. И вот по результатам нашего объекта, к сожалению, как всегда, все школы посетить не мог, но те школы, которые сегодня были представлены председателями комитета образования, мы посмотрели, объехали. В общем-то, я еще раз хочу повторить и сказать огромные слова благодарности, потому что видна роль руководителя в каждом учебном заведении и та огромная работа, которая проделана в целом, наверное, для наших детей, для нашего подрастающего поколения. Огромная, плодотворная и хорошая. На тем не менее, много очень недостатков я увидел, много очень проблем и вопросов, которые необходимо решать. И по итогам нашего объекта мы приняли решение и вышли на Совет депутатов с увеличением финансирования. И это было сделано. Совет депутатов принял наше предложение, увеличили мы сегодня финансирование по текущему капитальному ремонту на 2 с лишним миллиона. Но я бы хотел сказать, что это, наверное, не предел, поскольку есть дополнительные источники поступления в бюджет. Я думаю, что мы на этом, наверное, останавливаться не будем. Рассмотрим еще несколько, значит, школ, посмотрим, что нужно сделать. Я думаю, что в ближайшее время мы определимся с теми объемами, которые нужно сегодня выполнить, в целом, для системы образования при подготовке к новому учебному году и в процессе учебного года. Что касается итогов прошедшего года, я бы хотел сказать также огромное спасибо всему предколлективу нашего района и комитета образования. Те наши инициативы и, наверное, все-таки настоятельные просьбы перед комитетом образования, чтобы мы все-таки повысили систему образования в районе. Эта идея, в общем-то, воплотилась и сегодня есть определенные успехи. Если мы в прошлом году говорили о том, что наша система образования встает от среднеобластного показателя, в этом году, в прошедшем, вернее, в учебном году, вы, наверное, все знаете, что результаты ЭД, в общем-то, нас немножко порадовали. Я думаю, что это не тот показатель, который уже выше среднеобластного. Нас радует, но останавливаться на достигнутом нельзя. Я думаю, что есть над чем работать. Сегодня капитально улучшена материально-техническая база всех школ. Я думаю, что хороший педколлектив во всех школах. Есть основания полагать, что результаты будут достойными. По крайней мере, мы на это надеемся. Особо я бы хотел сегодня акцентировать внимание все-таки на воспитании наших детей, воспитании нашего подрастающего поколения, потому что, ну вот, как бы, вот в плане воспитания я особых видов не вижу. Хотя, если говорить в целом по статистике, это все-таки стоит на детей, так скажем, в зоне риска, которые стоят на внутрешкольном учете и по комиссии по делам несовершеннолетних становится меньше. Это наша совместная работа. Это наша огромная проблема, которую вы сегодня должны решать. Вы сами, наверное, видите, что сегодня творится в целом не только по нашему району, нашим подрастающим поколениям. И поверьте мне, мы сегодня вкладываем огромные средства благоустройства. Счерк наших поселений города Волос, вы это тоже видите, не так велик наш бюджет, но мы пытаемся сделать так, чтобы все-таки людям удалось как-то комфортнее на территории района. И в плане благоустройства выделяем тоже огромные средства. Но вот как заберечь то, что мы строим, я думаю, что вот это нам общими силами надо это сделать, потому что когда смотришь наших детей в вечернее ночное время, то мне кажется, что это не наши дети. И то, что мы сделали в парке Велес сегодня уже, вы знаете, в таком состоянии некоторое сооружение. Мы успели построить, запустить фонтан уже то же самое. Там купаются и курки, и бутылки, и банки, и склянки, и чего только нет. То есть это все вот наши дети в основном, ну и взрослые далеко, в общем-то, не уходят. Я сам лично уже вот спонтанно вытаскивал несколько человек. Конечно, когда делаешь для того, чтобы было красиво, надо сохранить. Если мы не научимся сохранять, то сколько бы денег мы ни вкладывали, я думаю, что так и не будет. Поэтому у меня огромная настоятельная просьба сегодня ко всему педагогическому сообществу, чтобы вопросы воспитания у вас были, наверное, может быть, не на втором, а на первом плане. Механизм реализации комплекса мер остался прежним. Между Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и муниципальным образованием Волосовский муниципальный район заключены соглашения, согласно которых распределение объемов средств осуществляется исходя из потребностей каждого образовательного учреждения. В 2012 году общий объем финансирования, выделенный на модернизацию общего образования в рамках комплекса мер, составил 9 146 000 рублей. В том числе и средств федерального бюджета 6 979 000 рублей, средства регионального бюджета 1 192 000 рублей, средства муниципального бюджета 974 000 рублей. Основными направлениями финансовых вложений явились приобретение учебно-лабораторного оборудования, что позволило обеспечить современные условия для реализации новых стандартов в начальной школе. Учебно-производственного оборудования, что позволило создать необходимые условия для реализации профильного обучения в старшей школе. Спортивное оборудование и спортивный инвентарь для образовательных учреждений позволил полностью решить проблему проведения третьего урока физкультуры и организации Компьютерное оборудование на сумму 200 тысяч рублей позволило модернизировать имеющийся парк сетевого, компьютерного и телекоммуникационного оборудования в общеобразовательной Зименицкой школе. Приобретение оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся обеспечило соответствие санитарно-гигиеническим требованиям условий введения образовательного процесса в школах нашего района. Оборудование для школьных столовых, школьных пищеблоков, 15-ти образовательных учреждений позволило увеличить охват школьников питанием до 93,7%. Пополнение фондов школьных библиотек на сумму свыше 2 миллионов рублей обеспечило 100% учащихся первых и вторых классов учебно-методическими комплексами по новым стандартам. Увеличился библиотечный фонд художественной литературы нашей школы. На развитие школьной инфраструктуры было выделено около 7 миллионов рублей проведет текущий ремонт в 17 муниципальных образовательных учреждениях. Повышение квалификации, профессиональную подготовку и при подготовке руководителей общеобразовательных школ и учителей удалось провести на сумму 299 тысяч рублей с целью обеспечения возможности выбора организации для повышения квалификации. Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе увеличение пропускной способности и оплату интернет-трафика на сумму 817 тысяч рублей, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов. Основной подход распределения средств по направлению модернизации – это восполнение недостающих и модернизации имеющихся ресурсов в цель отрешения ключевых задач модернизации системы образования Волосовского муниципального района. В результате реализации комплекса мер в 2012 году в районе достигнуты следующие показатели. С 1 сентября 2012 года 31% обучающихся школ осваивали новые стандарты образования. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Волосовском муниципальном районе и среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Ленинградской области на конец 2012 года составил 138,8, что превышает плановый показатель в 113%. Размер заработной платы за четвертый квартал 2012 года составил 34,921 рублей. 48,3% учителей аттестованы в соответствии с новыми требованиями аттестации при плановом показателе 40%. Увеличению доли аттестованных способствовала активизация конкурсного движения педагогов в Волосовском муниципальном районе. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих дистанционное обучение в общей численности общеобразовательных учреждений составила 88,2%, при плановом показателе 50%. Увеличение доли школ, применяющих дистанционные технологии в обучении, произошло за счет внедрения автоматизированной системы сетевой город образования. При этом обычным делом для наших педагогов стало ведение электронного журнала, выставление оценок и размещение домашних заданий. Создание дистанционных курсов, подготовка учащихся к итоговому контролю по какой-либо теме, также непосредственно контроль освоения знаний по теме, использование системы интерактивного тестирования, проведение дополнительных консультаций на форуме и почте, организация совместной работы над общими проектами школы, класса или подгруппы, взаимодействие с родителями, назначение учащимся индивидуальных и общих заданий, осуществление контроля. В образовательных учреждениях района положительная динамика снижения потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов достигнута в соответствии с реализацией программы энергосбережения, разработанных в школах. 100% школ района прошли обязательное энергетическое обследование и имеют энергетический паспорт в учреждениях. В 2013 году процесс модернизации муниципальной системы образования получил новый мощный импульс развития. Общий объем финансирования, выделенный на реализацию поставленных задач, составит 21 миллион 833 тысяч рублей. В том числе, о распределении этих средств по направлению финансовых вложений вы видите на слайде. Реализация мероприятий по модернизации позволила достичь главной цели повышения доступности качественного образования, удовлетворяющего потребности населения Волосовского района. Уважаемые коллеги, существенно улучшилось оснащение школ современным учебным оборудованием, кабинетами. Можно ответственно говорить сегодня, что уже более 90% учащихся имеют современные технические условия обучения. Однако мы понимаем, что главное условие полноценной модернизации образования – это не техническая оснащенность школ сама по себе, а то, в какой мере эти новые возможности используются. Между тем, к сожалению, мы не всегда получаем ожидаемый эффект от использования новых образовательных технологий. Любые современные технологии будут эффективны только тогда, когда педагоги готовы принять базовые ценностные установки, лежащие в их основании. Нельзя продуктивно работать с новыми технологиями и при этом ориентироваться на образовательные ценности вчерашнего дня. И здесь необходимо четко понимать требования, предъявляемые современному учителю. В Волосовском районе трудятся 638 педагогов. 64,1% из них имеют высшее образование, что на 2,5% больше, чем в предыдущем учебном году. До 5 ноября 2013 года по поручению президента Российской Федерации должна разрешиться разработка новых профессиональных стандартов преподавателей математики и русского языка. Профессиональные стандарты должны стать системным механизмом, обеспечивающим профессиональный и карьерный рост учителя, чтобы через повышение квалификации преподавателей улучшилось качество образования детей. Работа по обеспечению высокой квалификации педагогических кадров, повышению имиджа педагогической профессии и статуса педагога ведется у нас в районе по трем важнейшим направлениям. Первое – это создание системы качественной профессиональной ориентации уже на школьной скамье. Второе – связано с изменением технологии повышения квалификации педагогов. И здесь ключевой инновационный ход связан с расширением сетевого взаимодействия образовательных учреждений, стажировочных площадок и базовых школ с другими образовательными учреждениями. Напомню, Голосовская средняя общеобразовательная школа номер один является базовой школой района по организации профильного обучения старшеклассников. Большевородская средняя общеобразовательная школа – базовая школа и центром дистанционного обучения. Четыре школы – Голосовская начальная, Голосовская средняя общеобразовательная школа номер один, Калитинская школа, Экикеринская школа – инновационные площадки по введению новых образовательных стандартов. Продолжение следует...